друзья всем привет тема сегодняшнего видео у нас котеледон что это за растение условия его содержания и также я вам еще расскажу об одной особенности всех котеледонов о которой многие сайты в интернете умалчивают не знаю по какой причине очень мало информации на эту тему но я вам расскажу об этом постараюсь донести до вас суть самую суть вот этой ну можно сказать проблема не проблема это уже сами потом решаете проблема это или нет вот здесь у меня на видео представлены два вида котеледонов это котеледон войлочный таминтоза вот этот и котеледон spendance вот этот другие растения вот которые по бокам я в основном поставила для того чтобы ну просто как-то скрасить раскрасить данное видео потому что ну как-то зеленый фон однообразный не очень интересно смотреть а вот это растение я поставила вам для примера о котором я расскажу чуть позже если не забуду ну так вот котеледон что же это за растение котеледон это многолетний кустарник относится он к семейству толстянковых котеледон в переводе означает серебряная корона по разным данным в интерн разным данным котеледонов насчитывается от 10 до 50 видов но тех которые нах встречаются в природе естественно потому что сейчас опять же селекционер выводит новые виды ну а природных от 10 до 50 видов по разным источником родины котеледона является все та же африка вот как я уже говорил у меня два вида котеледонов но в хотелках еще два вида одним из которых является ливизия ливизия котеледон она похожа на эхиверию она розеточного типа и цветет общем я ее хочу приобрести для цветения но пока я не встречала такое растение если у кого-то есть она в наличии дайте мне знать я его куплю у вас обязательно хочу я его как сказал уже из-за цветения цветет она очень красиво на коротких цветоносах группами расположены цветочки роза розового цвета по форме и строению напоминающие цветы цикория вот того цикория из которого делают кофе-заменитель без кофеина некоторые виды котеледона часто путают с красулами а некоторые виды котеледона путают с колонхоя вот допустим котеледон округлый очень похож по своему строению на колонхоя терсифлора а камнеломка котеледон очень похоже на красу луким фаер только цвет зеленый кимфаер тоже бывает зеленый при недостаточном освещении и очень легко спутать но различают конечно же все виды суккулентов не только котеледона но и вообще все виды суккулентов если сомневаются различают по цветению то есть определенному виду суккулентов соответствует определенный цветок форма цветка присутствие длинного или короткого цветоноса но и естественно цвет цветка это главное отличие всех видов суккулентов цветения теперь я расскажу вам о той проблеме которую я поставила и озвучила изначально в своем видео проблема это заключается в том что многие виды котеледонов они ядовиты то есть во многих котеледонах присутствуют такие вещества как алкалоиды и токсины и к одним из таких ярких представителей ядовитых веществ очень опасное растение таким растением является котеледон округлой арбикулата у меня нет этого растения ну может быть даже нет не по той причине что она ядовита но просто как бы она для меня не имеет такой эстетической ценности как те же их и вере и как те же вот 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 этот котеледон спенденс него такие пухлые листики на солнце он будет очень четко окаймлен коричнево-красная бордовым бордовой полосой вообще он очень забавный и очень красиво цветет он у меня еще не цвел я его покупала совсем крохотным растением вот наверное он у меня около года вот за год он у меня разросся вот до такой степени но опять же ему не хватает освещения не хватало вот сейчас с прибавлением светового дня у него видите начала формироваться компактная макушечка но листики все равно еще мелковатые листья этого растения будут должны быть до двух сантиметров два два с половиной сантиметра у меня они конечно же мельче но потому что я уже сказала нет освещения освещение это основной фактор и вот самым ядовитым представителем семейства вот этого котеледонов является как я уже сказала котеледон округлой арбикулата причем ядовиты у него все части растения и корни и стебли но особенно листья в этом растении содержатся алкалоиды большое содержание алкалоидов алкалоид это вообще очень сильные яды к ним относятся морфин никотин кокаин стрихнин это алкалоиды это биологически активные вещества на основе азота и также помимо того что они могут вызвать отравление и также нарушение сердечного ритма они менее кожи лица они менее рук ног потемнение в глазах судороги нарушение ориентации потерю слуха бред а в тяжелых случаях также кому и смерть от асфиксии либо остановки сердца ну вот таких ужасов я вам наговорила но это действительно так поэтому даже сок этого растения очень и очень токсичен и опасен поэтому я думаю не стоит его заводить чтобы избежать проблем лучше себя просто поберечь и много очень растений которые могут его заменить и вот только для для этой цели его заводить я думаю не стоит в этих вот в этих двух кателедонах тоже содержится алкалоиды но они очень и очень рассеянные и они очень в маленьком количестве поэтому они вред здоровью нанести не могут также присутствие ядовитых веществ можно определить еще на еще понюху вот как животные определяют у животных очень развит нюх и понюхав какое-то растение животное просто не будет его есть вот этим и спасаются растения в живой природе алкалоиды но мы их наш нюх их не улавливает хотя вот это растение мой нюх улавливает я думаю если вы понюхайте свой такой же аналогичный кателедон то вы почувствуете вот если засунете свой нос в наиболее большое скопление листьев и так принюхаетесь то запах будет неприятный это говорит о том что растение ядовито ну до какой степени она ядовито я сказать не могу она у меня около несколько несколько лет уже у меня это растение каков-то вреда здоровья от общения с этим растением я не заметила листья его не жевала поэтому вот до такой степени до мельчайших подробности описать я не могу но вот вот это растение семейство молочаевых это растение и у форме глобоза гибридная молочая они как известно все ядовитые млечный сок этих растений очень токсичен я однажды ну я экспериментатор такой можно сказать безбашенный я однажды когда формировала посылку отправляла девушки черенок вот этого молочая но так вообще растеница прикольная мне нравится она сейчас приложу камеру в другую руку покручу горшок вот смотрите она прям такое интересное приблизить час наверное не смогу потому что одной рукой держу телефон во второй держу горшок ну вот носом попробовала приблизила такой достаточно забавная растеница очень медленно растущие напоминает кактус но это не кактус и вот я попробовала млечный сок при отрыве черенка от этого растения обязательно или при повреждении вот этого растения выступает млечный сок на растениях и я попробовала его на вкус я буквально слезала но наверное какую-то там каплю размером с четвертую часть спичечной головки ну попробовала на вкус вроде не сладкая не горькая нейтральный такой вкус совершенно попробовал и попробовал и начала дальше формировать посылку минуты через три у меня запершила в горле потом началось жжение в горле потом это жжение усилилась также появилась какая-то сдавленность в горле дыхательных путях я если честно испугалась не на шутку состояние это длилось около 20 минут я начала пить воду начала полоскать горло ну и видимо вода пропустила яд этот в желудок и жене это постепенно сошло на нет но если попробовать допустим чайную ложку вот этого сока то последствия могут быть непредсказуемые то есть они могут быть вообще печальные поэтому экспериментировать вот так как я экспериментировала не стоит также вот с котеледонами жевать их не жевала сок я их уже после вот этого эксперимента пить не буду и пробовать не буду на вкус ну просто при соприкосновении ничего такого страшного не происходит поэтому мы их растим и продолжаем ими любоваться также котеледоны еще вообще растение содержащие алкалоиды все токсичные вещества они могут вызвать аллергию поэтому но котеледоны в особенность вообще все в особенности все растения вообще все растения вызывают аллергию у аллергиков у тех людей которые наиболее расположен и предрасположены к аллергии но те растения в которых содержатся ядой токсичные вещества, они как бы усиливают этот эффект. Эхиверия, вот та же эхиверия, вот я поставила садик здесь, это эхиверия авторглов. Вот, эхиверия тоже может вызвать аллергию у людей, которые предрасположены к аллергии. Но вообще эхиверия является в этом плане антиподом котеледоном, потому что эхиверия издревле уже используется как ранозаживляющие растения из сока эхиверии делают различные настойки, которые используют при респираторных заболеваниях. Ну, то есть, это растение полезно, но у наиболее таких ярких аллергиков даже эхиверия может вызвать аллергию. Поэтому заводить или не заводить такие растения, это уже нужно исходить из своего собственного здоровья, из своего опыта общения с растениями. Ну, пу-пу-пу, я пока из всех своих растений, которые у меня есть, аллергии не испытала ни к одному растению. И дай бог, чтобы так было. Чего желаю вам. И говоря об аллергии, можно сказать, что любое вещество, даже не ядовитое, может вызвать аллергию. Как сказал швейцарский алхимик Парацельс, все вещества яды, и нет ни одного, которое не являлось бы таковым. То есть, человеческий организм можно отравить даже водой, если она будет в большом количестве. И также жареным, жирным, по чуть-чуть, нормально. А если употреблять постоянно только жареное, к примеру, то этим мы можем убить организм. Не сразу, но постепенно. А вот, допустим, в картошке тоже содержится яд солонин. Мы же картошку употребляем каждый день и не задумываемся о том, что в ней содержится яд солонин, который помогает в природе растению в борьбе с животными, поглощающими ее ботву, насекомыми, вредящими растению. Вот этим самым она себя предохраняет. Но в маленьких дозах это растение, этот плод, картофель, он безвреден. Мы его едим постоянно, едим каждый день. Но когда солонин накапливается в растении, в клубнях картофеля, он очень вреден, очень опасен и может вызвать даже смерть. Очень много случаев, кстати, отравления картофелем старым, которые, и особенно картофелем с зеленой шкуркой. То есть клубень вылез из земли, он долгое время находился на солнце, и солнце способствовало очень быстрой выработке и накоплению солонины в определенном месте картофеля. И вот если съесть картофель, съесть зеленые шкурки картофеля, то отравление будет стопроцентным. Ну, опять, как я уже говорила, что не каждое растение может вызвать отравление, потому что яды содержатся в растениях в большем количестве или в меньшем количестве. Вот на примере этих котельдонов, ядовитых, таких, ядовитого и угрожающего вреда здоровью, я не обнаружила. А вот если, допустим, пожевать листик олеандра, то можно сразу умереть, потому что в одном листе олеандра содержится содержится весь полная доза смертельного вещества, которое убивает человека и вообще живое существо. Ну вот, про эту особенность всех котельдонов я сказала. Разводит их в основном из-за разнообразия форм, из-за разнообразия листьев. Листья у них треугольные, яйцевидные, ланцетные, волнистые. Волнистый котеледон очень красивый. Такие круглые листья на кончиках с волнушками и этот котеледон покрыт мощным восковым налетом. Очень интересное растение, очень привлекательное. Также листья бывают у них гладкие, опушенные, вот опушение на лицо. Гладкие, это вот старые листья, где стирается налет, ну и есть еще виды просто с гладкими листьями. Вообще, вот этот вид, котеледон спенденс, он с восковым налетом. Не могу приблизить, сейчас попробую. Вот. Вот так он выглядит. Восковой налет. Вообще, котеледон спенденс это многоразветвленный кустарник. Побеги его достигают в длину до 60 сантиметров. Но это уже, когда растение уже зрелое, которому много-много лет. Побеги эти ветвящиеся. Вот сейчас я вам покажу. Вот с приходом весны, смотрите, возле каждого междоузлия появляются побеги. То есть, оно будет таким ниспадающим кустиком, пышным-пышным. Но я его буду обрезать, потому что, как я уже постоянно говорю, у меня нет места. Я буду формировать мини-кустарничек. Поэтому вот эти длинные побеги, которые уже выросли, я обрежу, они у меня пойдут на продажу. Конечно, если бы было место, если бы у меня была теплица, я бы вообще не обрезала растения, они бы росли так, как им нравится, так, как им хочется. Но так как они уже вот у меня стоят на полках и падают на рядом стоящие растения, это не есть хорошо в моих условиях. Поэтому мне приходится каждое свое растение обрезать, черенковать, делать компактными путем обрезки. Вот этот котеледон томинтоза войлочный, варигатный. его еще называют медвежья лапка, потому что вот на старых листиках, смотрите, такие красные коготки, они напоминают когти, лапы, медведи. Вот за это он и получил свое название. листья пушеные. На листьях на эти очень хорошо, прям замечательно липнет грязь, кошачья шерсть и вообще различная пыль. Вот он у меня летом стоит на улице и потом, чтобы привести при занесении его в комнате, я очень долго привожу его в достойный вид. очень осторожно, кисточкой обметаю все листики, потому что вот смотрите, вот листик, этот лист просто был сорван и он лежал в горшке. Думаю, ну пусть лежит, когда-нибудь буду снимать видео и покажу, не стал его выбрасывать. Вот смотрите, он весь, ну при поливе земля попадает и вот он такой весь земляной и очень-очень сложно выбрать потом грязь из вот этих ворсинок и поэтому, когда вы его будете пересаживать, имейте это всегда в виду и очень осторожно пересаживайте, старайтесь, чтобы земля не попадала на листья, потому что листья у него очень хрупкие, начинаешь их обчищать и они отламываются. А свой вид декоративный растение приобретает нескоро по той простой причине, что он очень медленно растет. Корневая система у всех котеледонов поверхностная, мочковатая и поэтому горшок им очень глубокий не нужен. То есть нет такого явления, когда корни пробиваются сквозь дренаж и вылезают дренажные отверстия горшка. У котеледонов вы это не заметите, не обнаружите, потому что корни в основном расположены на поверхности. Котеледон войлочный в комнатных условиях достигает размера высоты максимум 30 сантиметров. В основном это компактный кустарник. Но вот он у меня он уже большой, но это не потому, что это его свойства, а потому, что он у меня вытянутый. Как известно, суккуленты тянутся при недостатке освещения. И вот этот его размер не является эталоном. Это условие неправильного содержания. Вот вытянутые междоузли, такой стебель, вообще он, если при нормальном содержании, он очень компактный, очень пушистый. И вот этих междоузли практически не видно. Что-то хотела еще сказать про кателедон, про этот, но что-то забыла. Так, ладно, сейчас возьму свою бумажку. Освещение. Освещение кателедону, как и всем другим суккулентам, нужно как можно ярче. Но при очень сильной жаре кателедон стагнирует, то есть он прекращает рост, он не погибает, но прекращает свой рост. Но держится вполне достойно, вдерживает очень-очень высокие температуры. У нас прошлое лето было ужасно жаркое. Температура зашкаливала на термометре за 50 градусов на солнце. И вот он у меня стоял под открытым небом, вполне себя сносно чувствовал. Правда, очень мало вырос за лето, но не погиб и все с ним стало нормально. Листики ожогов также, они мне не дают спать. Они постоянно орут, постоянно кудахтают. Это же какой-то ужас. Но вот в таких условиях я живу, других у меня нет. Поэтому все мои видео летние будут с примесями посторонних звуков петушачьего крика, куриного кудахтания. Также нечаянно нажала на паузу и не знаю, где я остановилась, но как всегда я самый лучший оператор в мире. В общем, я, наверное, говорила про проветривание, что нужно держать растение, если вы его содержите на подоконнике, то нужно держать окно открытым, чтобы дать доступ воздуха в комнату, чтобы не было загнивания корневой системы, чтобы растение охлаждалось и не погибло от перегрева. вот у меня окно открыто, уже повторяюсь, может быть, это даже записалось, но повторяюсь, окно открыто, и вы, наверное, слышите, при прослушивании моих видео, слышите посторонние звуки. Это в основном куры, соседский петух, это даже не петух, а, я не знаю, это какое-то демоническое существо, которое орет целыми днями, и которого не заткнешь вообще абсолютно ничем. Ну, поэтому вот летнее мое видео, летние мои все видео будут с примесями посторонних звуков. Если же ваш котеледон погиб от перегрева, если вдруг случилось загнивание корневой системы, то его можно спасти, потому что стволики у него одревлесневшие, вот смотрите, молодые побеги, они мягкие, а дальше ствол одервенелый, вот коричневый смотрите, стволик, это со временем побеги становятся, ну, приобретают форму кустарника, форму деревца, становятся жесткими, и гниль по таким сухим, по сухой такой кожице, она распространяется медленнее, и поэтому, если у вас случилось страшное, и ваш котеледон сбросил корни и начинает загнивать, начиная, стал вяленьким, вы не поймете в чем дело, вы его вынули из земли, посмотрели, да, он такой весь замученный, вы можете его свободно почеренковать и также дальше укоренить, но чтобы этого не происходило, при комнатном содержании, при попадании солнца, прямого солнца на растение, нужно обязательно открывать окно, так что у нас дальше идет температура, котеледон выносит и низкие температуры, и высокие температуры, он у меня содержался на улице и при 5 градусах тепла, и при 50 градусах тепла, нормально он реагирует и на ту температуру, и на ту, но в комнатном содержании, и вообще зимой, ему нужно постараться дать период покоя и снизить температуру до 10-15 градусов, этим вы сформируете у него цветочные почки, если ваш котеледон не зацветет, вот мой однозначно в этом году не зацветет, потому что ему не хватало освещения и ему не хватало вот этих низких температур, которые требуются ему для отдыха, вот если не будут соблюдены эти условия, то цветение от котеледона дождаться очень сложно, практически не дождетесь вообще. Полив, так, полив, полив, ну, везде, знаете, на сайтах пишут, что котеледон нужно поливать умеренно, с ограничениями, я поливаю свой котеледон обильно, я считаю, что котеледоны, они все водохлебы, они очень любят воду, но это не значит, что нужно их лить каждый день, но чаще, чем другие суккуленты. Если вы видите, что переборщили с поливом, порыхлите землю, в нескольких местах сделайте отверстие каким-то деревянным предметом, ну, типа, дырочек в земле, этим вы улучшите аэрацию почвы. Ну, а вообще, я так часто делаю, смотрю, допустим, вот летом они стоят, у меня был у нас в прошлом году было две недели дождей, и дожди, конечно, очень, ну, я их полила, я растения полила свои, и начался период дождей, дожди были, к счастью, ровные, и на растения они практически не попадали, но температура воздуха снизилась, и почва не, влага из почвы не испарялась, и поэтому я что делала, день прошел, почва мокрая, три прошло, почва мокрая, то есть растение не питало влагу, и могло произойти при холодной температуре, могло произойти загнивание корневой системы, и я рыхлила всю почву, этим я ее как бы искусственно просушивала, и давала корнем воздух, так, прерывалась, выпускала кошку, пропали, вроде сказала, посадка, грунт, грунт, грунт должен быть рыхлый, как для всех суккулентов, для котеледона, с примесью камней и песка, камни мелкой фракции, песок крупной фракции, ну и также состав почвы должен быть приблизительно 50% земляного субстрата, либо вот этой земли для кактусов, для суккулентов, плюс разрыхлители, либо прекрасно котеледон растет без этой земли, без торфяной, в обычной садовой земле, но также с примесью разрыхлителей, битого кирпича, перлит, вермикулит, гравий, песок, щебень, у кого что есть, древесный уголь, ну и на дно обязательно керамзит, аэрация должна быть хорошей для любого суккулента. Так, что у нас дальше, пересадка. Пересадка, пересаживать молодые растения нужно примерно раз в год, когда растение достигает 3-4 летнего возраста, пересадка нужна только в том случае, если растение уже свешивается за пределы горшка и ему просто тесно находиться в таком объеме, в каком оно содержится. Ну так, никаких вообще котеледоны они очень неприхотливые суккуленты, очень неприхотливые. Их можно содержать начинающим суккулентоводом и не начинающим, те, кто любит эти растения. И никаких особых правил ухода для котеледонов нет. В подкормке котеледоны можно сказать, даже не нуждаются. Их можно совсем не подкармливать. И подкормки допустим 3-4 раза с мая или с апреля по сентябрь им будет вполне достаточно. Опять подкармливать нужно удобрениями, содержащими наименьшее минимальное количество азота. То есть только минеральными удобрениями. Вредителями котеледоны в основном не поражаются. Может некоторые виды, листовые которые схожи с эхивериями по строению листа могут поразиться мучнистым червецом. Ну а в основном котеледоны не трогает ни один вредитель по той простой причине, как я уже говорила раньше, потому что в них в меньшей или в большей степени содержатся алкалоиды вещества яды, которые насекомые не любят и можно сказать они ими просто брезгуют. Лучше погрызть вкусную эхиверию, чем погрызть котеледон. Размножается котеледон семенами, которые возревают в коробочках после цветения и размножается он также черенкованиями. Листами, листьями котеледоны не размножаются. Особенно вот этот вид котеледон томентоза. не пытайтесь оторвать у него листик, у вас ничего не получится, вы только загубите свое растение. Никогда не было еще в мире ни одного случая, когда котеледон томентоза размножился листком. Он может размножиться листом только в том случае, если вы его, вот этот лист, допустим, вы его отрежете с частичкой стебля, то есть с почкой, которая находится в междоузлии. Если вы просто оторвете лист, как у меня представлен вот этот лист, вот он просто у меня оторвался при неосторожном движении. Сейчас я вам его вот так сниму, потому что вот вот этот лист у вас никогда в жизни не даст детку, поэтому не пытайтесь мучить свое растение, губить свое растение, ничего у вас из этого не выйдет. Ну, вот этот котеледон, некоторые листочки отрывались, давали корни, деток я пока не наблюдала. Ну, и зачем размножать листьями, если он черенком растет намного быстрее, и проще укоренить черенок, и получить уже достаточно зрелое растение, чем ждать эту мизерную детку, которая у вас за полгода вырастет, ну, если размером с вот этот листик на макушке, это хорошо. Я считаю, это бесполезное размножение листом котеледона, черенками размножить намного проще и быстрее, ну, и по той простой причине еще, что листьями котеледоны не размножаются. Ну, и, наверное, все, что я хотела сказать про котеледоны, вообще каждое растение уникальное по своему внешнему виду, кого-то прельщает опушение, кого-то прельщает восковой налет, кого-то форма листьев, и вот по этим принципам мы себе уже приобретаем растение, кого-то цвет, кто-то умирает от розовых эхиверий, розовых цветов, я, кстати, тоже умираю от таких ярких окрасов, кого-то больше привлекают вот такие формы, как вот эта колонхоя куропатка, необычная раскраска листа, и вообще очень интересное растение, цветонос у него, вот, скоро он зацветет, ну, кого-то привлекают просто зелененькие, кого-то обожает кактусы, кто-то молочаи, у всех вкусы разные, но котеледоны, они являются распространенными растениями в комнатном уходе, и поэтому вот те, кто хочет завести это растение, или у кого оно только появилось недавно, я постаралась вам немножечко рассказать о сути этого вида. Ну, все, всем спасибо за просмотр, пока-пока, до новых встреч! До новых встреч!